Сюжет даже убрать. Там можно много объяснять, для чего нужно искусство и как. Есть длинные такие определения, что есть искусство, что есть искусство. То Чехова спросили, как одним словом можно все убрать, одно единственное слово, которое может быть максимально присуще искусству и без которого искусства не существует. Давайте тогда. Какое это слово? Та же гармония. Ну, те, кто-то гармонию сказал, но, увы, да, мы правы. Но, я не знаю, может, с гармоничной институцией стоит еще раз узнать. Там, правда, с этим сложнее. Нет, он сказал слово искренности. Вот искренность, это самое главное, это то, что соединяет душу человека с реальным миром. И вот если ты это делаешь без каких-то вот этих фальшивых посредничеств, вот это и есть искренность. Пусть ты не умеешь даже, да? Но, если это искренне, то это все равно не искренне. А если ты великий мастер, а делаешь это не искренне, то это уже не искренне, это уже что-то другое. В коммерции. В коммерции. В коммерции, там что угодно. В проектах, в дизайнах. Я дизайн никогда не смешу, извините, да? Но дизайн, он есть дизайн. Но он может соприкасаться, он может подниматься. Но они идут разными путями. Дизайнеры, например, художники, они идут разными путями. Хотя все рано или поздно приходят к одному богу, да? И математик, и сантехник в своем деле. Он же гармонизирует свой аппарат, да? И он делает этот мир и чихий, и лучше. И в конечном счете тоже занимается как бы неразрушением, да? И дизайнеры. И все придут рано или поздно к вершине, к идеалу. Вот. Давайте картинки все-таки покажу, какие-нибудь. Во что это выливается? Ну, вот это мои чистые упражнения. Здесь про них, про каждую можно говорить. В каждой заложено какое-то настроение, какая-то фраза. Честно говоря, я многие даже не помню. Надо там залазить в архив, читать, что они обозначают. Здесь все это написано. Я это написал, отложил, я получил свою собственную какую-то вот эту. Если она кому-то ложится, да если потом еще рассказать секрет, что там написано, и человек вдруг поймет, что там еще это еще и умно, что-то. Ну, будет совсем здорово, да? А если она просто нравится, ну, слава Богу, да? Вот. Вот, казалось бы, простая вещь, она вам очень многим нравилась. Это не что иное, как В и А. Дубль В, да, и буква. Это я сделал вот такой логотип, ну, человек, который за границей живет. И он им пользуется уже много лет. Он, мол, вот лег, вот он его выиграл. А действительно, в нем есть искренность и есть четкая. Я когда спрашиваю, я говорю, ну вот почему вам в общем-то, в общем-то, кажется, для кого-то это, наверное, мазня, да? А я могу объяснить, почему. Вот точное сочетание направлений вот этих ликальных, да, точный масштаб. Вот смотрите, здесь такой размер, здесь чуть меньше. Здесь пошла вот такая. Здесь есть вот эта та ритмическая система, которую, может быть, математик может объяснить, простой человек, он не понимает, но он это чувствует. Что там вот заложена какая-то. И человек, у которого эти резонансы отстроены, он понимает, что это не мазня, что в этом есть вот своя логика. Ну, здесь проще, да? Вот, ну, здесь, в общем-то, слово «протёк». Не помню уж по какому поводу, но вот такой «протёк» почему-то у меня был написан. Вот. Тоже такие. Всё это имеет смысл. Вот это майя вообще-то. Вот она в цвете такая. Седьмое мая. Вот. А это август. Буква. Это буква. Вот здесь что-то я писал, тексты какие-то. Потом я их специально туда замуровал, чтобы от них ничего не осталось. Вот это моя каллиграфика и календография. Вот. Вот. Седьмое ноября. Вот. Это как бы, это превращается уже практически в плакат. И, более того, у меня практически, ну, ко многим из них написаны какие-то четверостишки, какие-то фразы, мои собственные. Ну, я сейчас не берусь их читать, я всё-таки здесь не в качестве поэта выступаю. Кому надо, потом посмотрим. Вот это вот, здесь заложена семерка, здесь заложено вот это чёрное солнце, здесь заложены эти капли, здесь заложено многое и непонятно. Конечно, сейчас бы найти, потому что там, конечно, есть смысл ещё и в словах и так далее. Ладно. Я, по-моему, объяснил, ну, и во что это превращается потом. Потом это превращается вот в дизайн. В данном случае вот этот логотип для аптеки. И, таким образом, можно переходить от этих вещей к логотипу, по сути дела. Сейчас я покажу, как это может выглядеть уже в реальности. Потом мы, когда переходим в дизайн, да, то, ну, здесь уже понятные вещи для вас, да. Но суть-то там вот так. И я думаю, что вот здесь есть то доверие. Не знали бы мы вообще русских букв. Да, вот китайцы смотрят, он русских букв не знает, но для него это тоже красивая вещь. Точно так же, как мой Иркутск, который я рисую, выкладываю его в интернете и мне откуда-то там из Индии там ставят вот эти лайки. Человеку понравился. Он ни разу в жизни в Иркутске не был. Он как бы с Иркутском ничего не понимает, что это. А он смотрит на работу, он смотрит на самодостаточность, гармонию вот этих линий, сочетаний и так далее. Вот здесь она почти существует, наверное. Это уже конкретный практически дизайн у меня. Это диск для группы канадской. В основе заложено вот это. Это мы уже переходим, так сказать, к вузовско-студенческому образованию, к теме логотипов, шрифтов и так далее. Но только, понимаете, вот в моем понимании логотип… Кстати, теперь вот о логотипе и о знаке. Очень многие, кстати говоря, не знают этого слова, они считают, что логотип – это вообще любой знак. Нет. Логотип – это конкретно название, это слово обязательно, написанное, оригинально написанное. У нас сейчас логотип называют все, что угодно. И даже обычный шрифт. Я всегда говорю, откройте свой паспорт, вот в нем есть бренд. Это бренд. Это вот ваш паспорт с вашей фамилией. Вот это вот все, что в нем находится, это вот вы весь. И вы имеете вот эту книжечку, которая является бренд-буком, да, называется. То есть в этом паспорте собраны ваши, так сказать, технические показатели. Вот ваш автограф в этом паспорте – это логотип. Вот стопроцентный логотип. Он полностью выражает, во-первых, ваш почерк. А тут, когда мы еще в психологию пойдем, то есть когда почерк отражает ваше все, то тут мы вообще закопаемся в такую, казалось бы, мистику и в такие дали и глубины интересные. А если мы еще в язык русский пойдем, то и начнем копать все его основы и первоосновы, и все его перемертвы, вот эти вот с арабским языком связь, там с арабскими цифрами связь, которые какую-то очень интересную люди находят, да, арабисты усматривают в русском языке и в арабском, в общем, почти что зеркальное отражение. Такие, как там, да, сорока-воровка по-русски, да, называется, а по-арабски сорока – это воровка. У нас какие-то такие вот вещи очень много интересных, или цифры, да, знаете, вот эти арабские 1 – это 1 угол, 2 – это 2 угла, 3 – это 3 угла, 4 – это 4 угла, 5 – это 5 углов, 6 – это 6 углов, 7 – это 7 углов, 8 – это 8 углов, 9 – это 9 углов и 0 – 0 углов. Вот таких моментов в знаках, в языке немерено, и вдруг обнаруживаешь, вот я вдруг пришел к такой мысли, ну не я, и потом я это даже подтвердил, у кого-то есть тоже умные люди, вот, что, собственно, вот этот знак, он как бы имеет, ну, можно сказать, мистическое начало, потому что непонятно, что вперед, или мы этот знак рисуем, вот эту 1, 2, 3 придумали люди, или они были изначально, вот эти углы, кресты, круги, они в природе существовали, а человек только как бы в них, в них. Так знак оказывается первичный, то есть вдруг оказывается, что знак, который существует, он важнее, чем смысл, который мы в него вкладываем. И вдруг появляется, получается, что знак главнее, что знаки создали нас, не мы создаем знаки, а знаки создают нас, и тут мы вдруг вспоминаем, что в начале было слово, а в этом уже человек появился. В начале был знак, а у капитана Врунгеля это сказано проще, как корабль назовешь, он так и поплывет. Как ты криво нарисуешь, я студенту-дизайнеру всегда говорю, я говорю, ну, вот, распишись мне, он расписывается. Я говорю, вот я бы с тобой, будучи заказчиком, договор бы не стал вообще дальше отношения подойти, у тебя же корявая почерк, какой ты дизайнер вообще, если у тебя почерк корявый. Они начинают понимать, что да, человек, который не может провести вот эту вот лекальную или гармоничную линию, а каким он может быть дизайнером. Теперь вот возвращаемся к литерингу. Вот девушка примерно этим занимается, да? Мне интересно, вот чтобы вы сравнили, вот все, что мне, я, конечно, сейчас подключу на эту... Да, кстати, вот картинка, смотрите, вот как это переходит в каллиграфию, уже в какую-то работу. И вот почему эта работа становится авторской, моей. Вот, как я... Мы часто видим там вот продажные работы, ну, то, что на продажу, они просто сухо срисованы с фотографии, да? Я всегда говорю, опять же, это и дурак можно сделать. Взять фотографию, обвести ее, заштриховать, подкрасить и что? А вот во всех этих движениях это я. Вот никто другой этого не сделает. Вот это уже искусство. То есть я тут как бы не боюсь признаться, что да, это мое авторское искусство. Потому что в каждом движении заложен мой собственный вот этот каллиграфический жест. Ну, это я вот тут кстати просто такая. Вот, смотрите, просто сравните два уровня. Ну, я думаю, вы все-таки вот то, что я сейчас рассказал, да? И то, что вот сейчас вам расскажет девушка, у которой, я посмотрел, там у нее 150 тысяч лайков или просмотров. Вот, вот то, как преподают сегодня у нас, в том числе и в институте. И в словах становятся ярче и интереснее. Плюс это придает объема. Есть несколько способов не видеть. Например, я знаю, где в разных местах. Возьмешь и падать. Вот, основе полупрозрачка. 5 долларов накопилось. Докамент на покупку. Гнадий Абр. Пробедутся в ноги по соприказающим декорам. Я думаю, это мой самый любимый вариант. Смотрит спешал из серии. Проделите, с какой стороны у нас отступив от губы, мертвых, и воспользуйся способом хитрожопика. Если ты не знаешь, в каком способе, посмотри первую часть в этой рекламе. Теперь берем тоненькую кисточку. Ну, в общем-то, и все, вы видите, как на дочке в местах толщины. Я говорю, что дайте. Чистый лохотрон. Это что? Чему вы тут учите в данном случае? Возьмите это, поставьте точку, сделайте так, то-то, 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 то-то. Абсолютно бездоказательное. В лучшем случае прием. Купите такие-то фломастеры, и вот красненьким сделайте так, а зелененьким сделайте так. Вот поставь этой девушке или ее ученикам задачу вот такую вот, а вот тебе конкретный человек, конкретная фамилия, конкретная буква. И он все, и он растеряется. В лучшем случае он начнет вспоминать этот прием какой-нибудь. Взять и поставить точечками, или там взять и нарисовать линеечки, такие-то и такие-то. Все, тут даже дизайна нет. Это вот я просто смотрел уроки по каллиг... Это ему... Поэтому, что такое лютерик, да, вот на мой взгляд. Я почему не люблю эти новомодные названия, хотя я вынужден их использовать. Дело в том, что всем понятно, что такое каллиграфия. Всем понятно, что такое чистописание. Всем понятно, что такое типография, шрифт. Там есть свои собственные закононервности, традиции, правила, которые человек должен изучить. Он должен все это знать. Люди, которые хотят получить от искусства не вот это резонирование, не внутренние свои какие-то вот удовлетворительные потребности, то есть творчество. А те, которые хотят это выплеснуть и заработать денег, им учиться не надо. Им надо создать попсу, попсовую такую ситуацию. Навешать лапшу на уши, завернуть это все в такую вот обертку. Если он будет произносить это как каллиграфика, от него потребуют знания и умения по тем принципам. Поэтому надо изобрести новое название и под этим новым названием протащить какую-то свою собственную неумелую ерунду. Появился скетчинг в русском языке. То есть ты уже можешь не рисовать, ты не обязан быть рисовальщиком хорошим, чтобы делать нормальный рисунок. Я ему говорю, ты же рисовать не умеешь. Он говорит, а вы ничего не понимаете, это скетчинг. Вот и все. И на этом наш разговор заканчивается. То есть я тоже художник, но вы ничего не понимаете, поскольку я занимаюсь скетчингом. Тогда грамотнее это назвать наброском? Ну, вообще вот с языком сложная вещь. Все-таки русский язык, он такой как бы синтетический, он в себя вбирает, вбирает, вбирает. Но самое главное, чего я бы не хотел, чтобы одно и то же называлось разными словами. Или наоборот. Одним словом называлось разное. Если появляется в русском языке новое слово, в данном случае оно появилось, уже утвердилось, и терринг, и скетчинг появилось, я все-таки пытаюсь развести. Набросок – это набросок, эскиз – это эскиз, там этюд – это этюд, и у каждого слова есть четкая своя направленность. Поэтому скетчингом я сегодня могу назвать уже что-то другое. Вот набросок, да, это набросок, набросок – это как бы форма, а скетчинг – это, скорее всего, способ, способ. Ну и так далее. Ну, надо разбираться. Давай, я по-своему, для себя лично, я определил так. Скетчинг, ну, сегодня я с ним согласился, был с ним, это, в общем-то, акварельный подкрашенный рисунок. Вот крашенный. То есть есть рисунок, и он чуть-чуть подкрашенный. Вот это уже скетчинг. Это такая, вообще, дословно, перевод, кто английский знает, то это, собственно, это скетч, да, это… Ну, дословно это слово, я смотрел, уже забыл, бог с ним. Короче говоря, ладно, сейчас не об этом, но речь-то о том, что, ну, вот про лотерин, например, но оно имеет право на существование, но вы туда свои критерии тогда вызовите. Вы вызовите, но если это вот эти критерии, которые вот эта девушка демонстрирует, ну, мне даром приходит лотерин, нужно, я буду продолжать заниматься все-таки каллиграфией. Ладно, это мы сейчас уходим. Ну, наверное, уже и время-то много мы потратили. Я хотел продемонстрировать, вот как это получается, ну, давайте посмотрим это вот здесь. То есть, вот у меня есть компьютер, я думаю, все уже, как-то, мы не устали заканчивать. Нормально. Нет, да? Хорошо, тогда, хорошо, придумай. Тогда я покажу это на стеченках лотеринговых под статриноси. А? Да, на стеченках лотеринговых под статриноси. Ладно. Вот. Как я сделаю сейчас, как вот это происходит? То есть, вот, чем мне все-таки это интересно? тем, что я соединяю, плюс ко всему, то есть, вот для меня искусство, вообще, современное искусство, все, что человек занимается, это должно соединять максимально прошлое и идти максимально вперед. Поэтому я считаю, что художник должен максимально владеть традицией и быть максимально продвинутым по отношению к обывателю. В данном случае продвинутость, это все-таки у нас компьютер и вся цифровая технология. И от нее никуда не денешься. Но на этом можно спекулировать, а на этом или наоборот. А, да, все-таки я хотел же вам еще не допоказывать. Давайте я вам покажу. Ну вот, смотрите, логотип я делал. Сейчас. Фирма такая, Индика, да? Ну и я им сделал, ну, наверное, две сотни таких вот надписей. Вот. Это я уже технологию показываю, да, как это делается. Вот. Ну, здесь не две сотни, здесь просто поменьше. Ну, вот они, да. Потом мы начинаем цветовые сочетания искать. Ну, сейчас мы немножко уже перешли в этот фирменный стиль. Вот эти вот цветовые сочетания для них. Поскольку фирма называется Индика, то я шел от Индика. У меня же цвет Индика. Ну да, об этом речь. Но он же еще с чем-то даже сочетается. С какими-то, да? Поэтому просто так не получится. Индика еще особенные дети. Да, да. Ну, там еще и от Индии и Го. Инди и Го. Вот. И мы потом пошли вот, значит, вот в такую. Это Го, да? Потом такие, такие. Вообще у них восточная пища. Вот. Это все варианты, которые никак. Это перебор, перебор вариантов. Вот. Но вот в основе была то рукописное, да, которое я показывал. Ну, и потом мы переходим. Да, это запутанно все. Вот. Мы начинаем уже работать с этим шрифтом. С этим цветом. И тоже вариации. Тоже много. Если вы видели, это было вручную написано. Потом уже на компьютере все доработало. Вот. Ну, а результаты вы можете там в солнечном увидеть. Сейчас я покажу, что там получилось. Но дело-то в том, что, к сожалению, все-таки там получилось не самое лучшую вариант. Как правило, потом доводят. Это все. И немножко портят. Уже в технологии портят. Вот. Это просто в данном случае прием, в смысле, я показал, как, в общем-то, рука переходит в конкретный логотип. Вот. И я думаю, вы понимаете, что вот эти все изгибы, все вот эти вот эти, они найдены, они построены, они прочерчены многократно. Давайте попробуем сделать то же самое с вашими, какими вы говорите вам, да? Ну, вот, создадим вам логотип. Давай. Допустим. Ну, можно взять и ручку. Не случится опять же. Сейчас я убираю. Ладно, я буду карандашом, чтобы с водой не связываться. Это вот опять мы возвращаемся. А вам нужно это вот, эту вот, ринду-то? Не знаю. Я только как бы недавно обратилась к фамилию, что она вот так вот звучит. Ну, да, ринда – это корабельный колбан, да? Да. Вот, громкая, добизлящая, она такая, да? Я, видите, в чем дело? Вот смотрите, есть два пути, и я могу и так пойти, и так пойти, да? Я могу пойти от… Идите своим путем, конечно. Я, 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 я вот, от колокола, да? Ну, вот я вас вижу, и вот для меня вот эти сочетания колокола, вы, они какие-то неестественные для меня. Вот. А помните, я говорил, что я считаю, что знак первичен. Вот, то есть, то, что заложено в буквосочетании между самими буквами, и не влазит, если вот в эту литературщину, оно, ладно, вот опять же, мы знаем, что ринда – это колокол, а китайцы не знают такого, да, у него там совсем по-другому. А знак должен для него работать. И, видите, вы как-то так вот раз и ограничиваете себя. А может быть, мы поднимемся к космосу, вот к чистоте знака, да, когда там мы освободим его от той самой литературы, и начнем искать взаимоотношения букв между собой. И в данном случае я могу это сразу сделать, я могу понять, увидеть, да, ну, во-первых, там еще наклон, мы сейчас пока не будем. Вот, у меня почему-то вот первое, что возникает, это вот такая штука, может быть, вот такая, может быть, такая, может быть, такая. Смотрите, какая завязка происходит в данном случае. Как бы мне это сделать, чтобы было вам виднее? А нет, значит. Вот, сейчас я эту схему попробую объяснить. Ладно, сейчас я буду решить как-то вот так. Итак, что мы имеем? Смотрите, вот сразу я вижу букву R, да, и букву Y. Вот она, игра-то началась где. Вот, это гораздо для меня интереснее, чем колокольчик рисовать. R может быть вот такая, а I может быть вот такая. И вот на этом вот сочетании, ну, а здесь же еще есть палочка. А здесь же еще есть N. А здесь же еще есть D, вот такая, да. А здесь есть еще вот такая I, и есть вот такая A. И мы получаем какую-то вот такую вот завязку. Наверное, что идет сюда, встанет. 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 Продолжение следует...